Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, вы на канале Реальный Летс Плей и мы продолжаем проходить игру Red Dead Redemption 2. Итак, давайте для начала найдем нашу лошадку и уже посмотрим, кого следующего мы сегодня будем искать. Напомню, что ищем мы историю, проходим мы дополнительную миссию, историю про, типа, лучший стрелок там на земле и так далее. Так, окей. Да-да-да, привет-привет, мой родной. Так, давай посмотрим, что у нас имеется. Черную Белль мы нашли. Билли Миднайта мы в прошлой серии нашли. Флака Эрнандес. Давай посмотрим на этого Флака Эрнандеса. Вот такой вот у нас Флака. Если можно так назвать. Так, давай прочитаем, что у нас здесь. Флака Эрнандес. Ужас Гризли. Разыскивается в восьми штатах. Действует в составе банды не менее чем из десяти человек. Хладнокровные убийцы. Так ли это? Налеты в Ваннесберге, Валентайне, Стробери и окрестностях. Сообщение в прессе. Логово к западу от Колтера. Далеко в горах Гризли. Вряд ли пойдет на переговоры. Требуется крайняя осторожность. Давай займемся сегодня со всей осторожностью поиском Флака Эрнандеса. Отлично. На карте у нас обозначено его примерное местоположение. Давай будем искать. Вот это что ли? Ф.Е. Нет, не то. Вот он, Флака Эрнандес. Да. Вперед, ставим сюда меточку. И вперед. На поиске этого. Не знаю, этого человека, да? Хотелось как-нибудь поругаться, но не буду. Я вырезать здесь ничего не буду, поэтому посмотрим на окрестности. Давай только немножко подприбавим. И, конечно же, автосохранимся. Да. Тут, к сожалению, не указывается, сколько ехать, в отличие, например, от GTA 5. Какое расстояние, да, примерно. Но, судя по тому, что было у нас на карте, ехать будет далековато. Поэтому большую часть сегодняшнего видоса, наверное, будет у нас... Большая часть видоса будет посвящена самой поездочке. Так, какие-то арестанты. Обращать внимание, пока я на кого-то дополнительно не буду. Ни на кого. Поэтому... Просто едем и едем. Если что-то вдруг у нас будет по пути, то, конечно же, мы будем отвечать. Если вдруг какая-нибудь засада, какой-нибудь ублюдок захочет нас остановить, например, да? Это мы сможем предотвратить, так скажем. Ну, а пока путешествуем, смотрим, катаемся, изучаем окрестности все-таки. Тоже как бы надо это сделать. Надо все это увидеть своими глазами. Надо понять. Кстати, недалеко от Колтера. Первая часть у нас была как раз с названием Колтер. И, в общем-то, эти места нам должны быть знакомы. Поэтому давай посмотрим. Доедем до туда, доскачем и посмотрим. Так ли это действительно? Похожи ли эти места? Были ли мы где-то там рядом или нет? Ну, я надеюсь, что были. Я также, друзья, напоминаю вам, что если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. А под каждым видосом максимальный уровень доверия лошади. Замечательно. Вот видите, друзья мои, как прям... Как замечательно просто, да? Вот говоря о том, что если вам нравится, мне дали достижение. Но я все-таки продолжу, друзья мои. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте, оставляйте, друзья мои, комментарии под видосом. Если это гневный комментарий, можете оставить и гневный комментарий. Так что, если хотите просто поблагодарить меня, вы можете это сделать. Также, друзья, вы можете зайти на... Сайт Бусти. В группу, так скажем, да? В мою, в мою... На мою страничку. Там вы тоже можете... Отблагодарить меня. Нет, подожди, дама, я тебе пока... Пока помогать не буду. Там можете меня отблагодарить. За хорошую работу. Что такое? Что за звук? Кого-то убили, что ли? Я не пойму. Какой-то странный был это, да? Одним головорезом стало меньше, что ли, да? Значок появился. Ладно, посмотрим. В общем, друзья мои, заходите в контакт, заходите на Бусти. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и так далее и тому подобное. В общем, друзья мои, вы все прекрасно знаете и сами. Вы у меня молодцы. Спасибо вам огромное. Ну, а мы тем временем продолжаем путешествовать. Продолжаем смотреть мир. Огромный мир карты Red Dead Redemption 2. Даже не карты, а игры. Если более правильно выразиться. В прошлой серии мы с большим трудом, но все-таки, смогли победить нашего соперника на поезде. Это было довольно весело. Особенно для меня. Несколько раз подряд подыхать. Не знаю даже почему. Может по глупости, может еще как. Но в итоге мы все-таки его завалили. Так что. Великолепно. Я слышу где-то поезд, да? А, нет, это у меня, наверное, коняшка так дышит. Тяжело. Ну, устала подруга что-то. Или друг. Кстати, кто это у меня, друг? Да, скорее всего это... Да, это друг. Так что мой друг уже устал немножко, видимо. Но ничего, ничего. Так, тут какие-то следы крови. Поедем пока от них подальше. Да, я так еду и смотрю с Валентайн. Сколько же еще интересного нам предстоит всего здесь узнать. Сколько мест, сколько людей. Да. И... Блин, это круто. Игра просто безгранична в этом отношении. А если еще вспомнить, что в игре есть онлайн-режим... Мы, кстати, онлайн-режим обязательно... Я вот проехал, да? Ё-моё. Мы онлайн-режим в режиме стримов обязательно будем... Стоп, 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 стоп. Куда ты, моя родная, поехала? Мой родной, точнее. Мы режим онлайн на стримах обязательно будем проходить. Это я вам гарантирую. Прямо 100%. И, возможно... Возможно, друзья мои. Будем участвовать в одном из проектов ролеплейных по Red Dead Redemption 2. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Плохо управляется почему-то здесь мой конь. Не знаю, да. Так, стоп, я опять куда-то переехал. Да что ж такое? Что ж это такое? Я! Давай, погнали. Кто там? Что такое? Походу он псих. Он просто не в себе. Посмотри, какая здесь красотища, а. Ё-май-ё. Вот хотя бы даже ради этого, ради созерцания этой красоты, и стоило сюда переться. В такую даль, в такую глушь, чтобы найти этого Эрнандеса. Фрака. Франка Эрнандеса. Фига ты забрался прям по самые горы. Ё-май-ё. Видать, совсем не хочет, чтобы его кто-то находил, или кто-то видел, да, или ещё что-то. Скрытный образ жизни. Не, он, конечно, всё это дело как бы вправе делать. Так, окей, всё замечательно, друзья. Я вот не знаю, вы меня тоже. И, кстати, посмотри, как здесь меняется, можно сказать, биом. Здесь у нас уже горы, снова снег, прохладно. Уж не знаю, насколько действительно прохладно, но... Судя по снежку. Здесь такое себе. Без куртки не походишь. В отличие, например, от Валентайна, да? Так, конь мы потихонечку устает. Я его специально не гоню, так скажем, да, не... Поджопники ему не делаю. Для того, чтобы он у меня подольше побегал. Но здесь я чувствую, что всё, ему приходит капец, холодно. Статус здоровья будет быстро расходоваться. Ё-моё, надо было одевать что-нибудь потеплее, а то как-то я вырядился прям, да? Я изначально не подумал, что в Колтере-то у нас оказывается холодно. Да, вон уже подзамерзает. Здоровье лошади будет восстанавливаться медленнее. Да это и понятно. Вон лосяш какой-то сидит. Балинку, да, я поехал. Оп, красота. Да, тут я, друзья мои, накосячил. Конечно, надо было одеться потеплее. Да, да, ты хороший парень. Давай, ты справишься, друг мой. Я в тебя верю. Ты же двигаешься. Копыты, конечно, замерзают. Но давай, друг. Делаем движение, и всё будет отлично. Да, 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 холодно. Знаю, знаю, что очень холодно, но надеюсь, что всё будет отлично. Блин, какую же тогда одежду ему всегда носить, нашему герою, нашему Артуру? Что же ему тогда одевать? Блин, тут смотри, как опасно, а? Прям на краю. И улыбало, если чуть-чуть соскользнём, то всё, мы попрощаемся с этой жизнью. Так вот, к вопросу, что же одевать, если сейчас ему реально холодно, а внизу, да, в Валентайне, или даже в нашем лагере, ему будет в этой одежде жарко, так всё-таки, так, аккуратненько вдоль стеночек, вдоль кромки этих скал, проберёмся, прокрадёмся, да, проскочим. Это, слушайте, друзья, это самая дальняя поездка, пока за всю историю прохождения этой игры моей. Тихо-тихо-тихо, друг, мы. Я боюсь представить, как я обратно поеду. Так, бараны бегают всякие. Слушай, ну я надеюсь, что я уже скоро приеду. Потому что, ну это уже не серьёзно. Это уже, во-первых, долго, во-вторых, даже мне тут становится холодно за моего Артура. Да. Холодно от этого снега. Плюс, если я сейчас посмотрю в окно, и там тоже я вижу снег, а мне становится ещё холоднее. А чая рядом горячего у меня нет. Поэтому, блин, надо ехать уже быстрее. Надо быстрее найти этого Эрнандеса. Надо его сфотографировать, узнать у него там все подробности. Поговорить с этим товарищем. Чего-нибудь перекусить. Восстановить своё здоровье, да? И поехать уже быстрее обратно. Потому что, блин, долго я здесь находиться не хочу. Так, ну вот он вроде как этот Колтер, лагерь, да, насколько я понимаю. Или это то самое место, где изначально мы... Ай, блин. Где мы изначально жили. Где сделали наш первый, так скажем, привал. В самом начале игры, мне кажется, это вот то самое место. Ну и судя по карте, судя по метке, я уже где-то рядом. Именно так общается наш герой со своим конём. Устал, устал мой друг. Я, блин, знаю, понимаю, но потерпи, дружок. Чуть-чуть-чуть. Мы уже совсем рядом. Я это прям чувствую, я это прям вижу. Вот он, этот лагерёк. Так, давай потихонечку. Прямо озеро какое-то, да? Вот, хочется... Найдите флака Эрнандеса в лагере. Давай уже сойдём. И попробуем... Блин, аккуратно. Воу. Кататься Артур на коньках не умеет. Keep your dreams simple. Ха, окей. По-испански. Мне не холодно. Холодно, просто ты этого не осознаёшь по пьяни. Если флака не боится холода, то и я тоже. Так, ну вроде вон он. Эй, кто это? Разрядим обстановочку. Я не желаю вам зла, ясно? Я просто хочу поговорить с Эрнандесом. Мы тут не принимаем гостей. Убейте, убейте придурка. Да вы чё, блин, а? Ну вот тебе раз. Убили придурка. Окей. Давай начнём с контрольной точки. Давай уже зайдём, наверное, с другой стороны. Так. Давай зайдём с другой стороны, вот отсюда. Мы хотя бы сможем скрыться вот за этой бочкой. Эй, алё. Эрнандес. Эй, ты кто? Я не желаю. Да-да-да-да-да-да. Ну вот тебе раз. Так, ну а если мы... Отлично. Если мы снимем с нашей лошади ружьё, если оно у нас там есть, оно у нас там должно быть. Ну, допустим, дроб... Вот это дробовик. Во! Магазинный карабин. Вот это мы возьмём. Всё. Отлично. Не хочет разговаривать с нами этот флака. Кусок шлака. А давай пока останемся здесь и сможем, в принципе, вот здесь притулиться. Садись, садись, садись. Да давай стреляй уже, друг мой. Ага. Убили. Значит, будем действовать по-другому. Всё-таки попробуем мы это дело сделать с револьвером. Давай зайдём, может, с той стороны. Вот, и отсюда будем потихонечку их убивать. Сейчас мы будем их убивать. Так, готов? Ни хрена. Готов. Готов. Вон он, говнюк. Готов. Готов. Идите к хижине. Так, ну что. Давай пойдём к хижине. Подожди пока к хижине. Давай немножко подхилимся. Провиант. Это что? Плитка шоколада. Давай возьмём. Плиточку съедим. Консало, что там происходит, да? Подожди, подожди, подожди. Нам бы надо что-нибудь, что нам прям совсем... Во, консервированный лосось. Давай схаваем лосося. Я так понимаю, что этот Эрнандес где-то... Стоп. Ограбить. Давай мы их потихонечку подграбим. Брать я ничего у них не буду. А что у него там было? А, бандит флака. Мне он не нужен. Бандит флака. Грабанём потихонечку. Всё посмотрим. И пойдём к хижине. То есть я так понимаю, что этот флакон на самом деле находится где-то вот в той хижине. Ну, сейчас посмотрим. Так, здесь вроде ничего нет. Может здесь что-нибудь? Да, консервированные овощи мы заберём. Они лишними у нас точно не будут. Так, и жратвы у них там нет? Ладно, всё, погнали. Что это было? Взять. Ладно. А, бандит. Всё тот же бандит флака. Флако Эрнандес. Ты здесь? Я не хотел неприятностей, но мне надо поговорить с тобой о бою Кэллоуэ. Я безоружен. Оу, какой. Я просто хочу поговорить. Про бою Кэллоуэ? Конечно. Вот тебе мой ответ. Есть. Вот это я дал, вот это я дал, ну ни хренаж себе. С ума сойти. А, блин. Револьвер. Блин, друзья, ну что мы будем делать? Возьмём револьвер флака или нет? Я бы не хотел всё-таки менять пистолет Миднэйтон на револьвер. Мне кажется, пистолет куда интересней. Давай мы его сфотографируем. Я всё время путаю. Так, давай-ка подойдём поближе. Что за странный звук такой был? И вот отсюда, вот с этого ракурса, мы тебя флака и сфотографируем. Всё, мы выполнили задание. Мы нашли флака Эрнандеса. Стой. Вот. Мы можем его обыскать, нет? Поменять дробовик на старый дробовик обрез. Не, я ничего не хочу менять. Зачем мне это надо? Меня устраивает всё. Давай посмотрим, что ты тут делал, во-первых. Может какие-то есть. Осмотреть сейф? Давай, смотрим. Почему бы и нет? Что-нибудь найдём интересненькое. Карту мы возьмём. Скоростные патроны для винтовочки. Тоже замечательно. Эликсир. С ума сойти. Так. Надо было посмотреть документ, но ничего страшного. Карта. Охотник за сокровищами. Окей. Карту мы одну нашли. Это радует. Дорогие сигары мы не возьмём, потому что у нас уже как бы их... Что такое? Что такое? Тихо-тихо. Друг мой. Бурбон нам тоже пока не нужен. Открытое сокровище. Замечательно. Выходи, что ты крутишься? Алё. Так, ну всё. Друзья, нашли мы флага Ернандеса. Сегодняшнюю миссию мы выполнили. Если вам понравилось, друзья, ставьте лайк, поставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Дмитрий. Вы были на канале Реальный Летсплей. До новых встреч. В следующий раз будем кого-нибудь другого искать. По-моему, у нас остался всего один человек. Поэтому займёмся этим в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»